Андрей Евгеньевич, как вам поработалось на тренировке в тандеме с Романом Дмитриевичем? Ну, на самом деле мы с Романом Дмитриевичем уже не первый день знакомы, да, и я знаю, что это хороший специалист, с хорошим уровнем знаний, и поэтому мы быстро до тренировки, когда мы встретились и проговорили планы занятия, я думаю, что мы быстро нашли взаимопонимание, и поэтому я думаю, что тренировка, в принципе, прошла достаточно качественно и плодотворно. План занятий был какой именно сами упражнения? Расскажите чуть подробнее. Ну, мы общались с Романом Дмитриевичем накануне, и было такое пожелание, чтобы сделать тренировку больше на индивидуальные качества наших футболистов по амплуа, да, и мы сегодня разбивали игроков на несколько групп, группу атаки, группу обороны, и каждый футболист занимался именно тем, что ему необходимо делать в игровых действиях. В чем была принципиальная разница в комплексе тренировочном у оборонительных игроков и у атакующих? Ну, оборонительные игроки, в первую очередь, выполняли непосредственно свои задания на поле, они работали над ситуациями над противодействием фланговых атак, над пониманием и реакцией на открытый и закрытый мяч, и у них было задание игра в опережение, прием мяча и взаимостраховка. А нападающие больше работали над завершением, но еще раз очень важно, чтобы нападающие работали над завершением и на своих амплуа, и в тех игровых ситуациях, которые постоянно происходят. Некоторые игроки уже вам знакомы, которые привлекались в селекционный сбор национальной команды 2007 года рождения, а с остальными сразу успели познакомиться или уже так в процессе? Ну, я смотрел за командой до этого, поэтому я, в принципе, знаю многих ребят и еще раз убедился в том, что здесь собраны достаточно хорошие, качественные футболисты и с хорошим потенциалом, и дай бог, чтобы они себя хорошо проявляли в игре за клуб и будут попадать в юношескую сборную.